Виновными в получении и в посредничестве при передаче взятки бывшего зама руководителя управления пенсионного фонда в Архангельске и его знакомого предпринимателя, Ломоносовский районный суд признал еще в марте этого года. В ходе оперативной работы сотрудники РУФСБ России по Архангельской области установили, что заместитель руководителя управления пенсионного фонда в Архангельске с октября 2018 по сентябрь 2021 года получал взятки в общей сумме не менее 750 тысяч рублей за заключение с определенным юридическим лицом государственных контрактов по аренде административных помещений для нужд управления. При получении очередной суммы взятки обвиняемых задержали сотрудники ФСБ. Приговором суда предприниматель получил 5,5, замначальника пенсионного 7,5 лет лишения свободы. Также в доход государства ушли 650 тысяч рублей, полученные им в качестве взятки. Было арестовано его имущество, а именно автомобиль-джип, земельный участок и денежные средства, находящиеся на счетах в банках. Однако вину в совершении преступлений подсудимые не признали и подали на апелляцию. Сегодня стало известно, что она оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.